Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. Певица Анита Цой сообщила в Инстаграм печальную новость. Не стало ее мамой юны Лаизы Санхымовны. В записи исполнительница приложила трогательное видео. Подборку кадров из семейного архива разных лет, на которых они с мамой вместе. В комментариях друзья, коллеги и поклонники за несколько часов оставили тысячи, комментариях со словами соболезнований. Причину смерти мамы Анита Цой не уточнила, но по сведениям СМИ Лаизы Санхымовны были большие проблемы со здоровьем. Отец певицы Сергей Ким ушел из семьи, когда Аните было два года, и мама растила дочку одна. Встретились они, когда артистка была уже знаменитой, но общение не получилось. Как рассказала Анита в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия-1», он ушел из жизни в начале года. Певица узнала об этом только через месяц от знакомых и призналась, что даже перед смертью отец отказался общаться с ней. Бывший футболист сборной Тринидада и Тобаго Клайд Леон умер в возрасте 37 лет. Об этом сообщает Тринида Тент Тобаго Ньюздэй. О причинах смерти экс-спортсмена не сообщается. После завершения карьеры он был помощником тренера в W-Connection под руководством Стюарта Чарльз Февриера. Леон выступал на позиции полузащитника. В его активе 48, матчей в составе сборной Тринидада и Тобаго. Ховбек дебютировал за национальную команду в 2008 году. Большую часть клубной карьеры Леон провел на родине. В 2011 году он перешел в колумбийский Тагуиди Тайрис, однако не провел за клуб ни одного матча. 11 января стало известно, что французский футболист конголесского происхождения Кристофер Мабулу умер в возрасте 30 лет. Бывший игрок клуба чемпионата Франции Бастия скончался от сердечного приступа.